В ночь на четверг недалеко от остановки кафедральный собор. В результате автомобильной аварии, устроенной начинающим водителем, пострадали четыре человека. В короле виновника аварии находились три девушки. В другой, более новой короле, ехали двое мужчин. Пассажира этой иномарки доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Голову мужчина разбил, а лобовое стекло его попутчик – 34-летний шофер. Этого седана от госпитализации отказался, хотя и заметно прихрамывал. Для девушек вызвали вторую бригаду скорой помощи. Чуть позже одна из них ехать в больницу передумала. Двух медики отвезли в стационар с похожими травмами. Ушибы, ссадины. У одной позже обнаружили перелом ключицы. Без лишних припираний и попыток переложить ответственность вину за ДТП на себя взял более молодой водитель – 21-летний автомобилист. Он объяснил, светофор за 40 минут до полуночи уже не работал. Молодой человек двигался по улице Синельникова в сторону Ким Ючена. Сразу признался, что оппонента, ехавшего на перерез по главной дороге, видел, но, как ему показалось, тот был далеко и времени для проезда перекрёстка ещё хватало. Корова, получается, ехала со стороны Наргомаша в сторону ЖД вокзала. Я так понял, как увидел, на нормальной скорости. Ну и думал, проскочу, хватит возможности проскочить. Ну, не получилось. Вот итог. Ну, то есть, вы его видели? Я его видел, я думал, да, то что. Я примерно 50 километров ехал, ну, 60 максимум. Думал, проскочу, направо повернул голову, никого не было налево, вот видел его вдалеке. Выбитая мощным боковым ударом с дороги, Королла нарушителя вылетела за её пределы. Иномарка стесала угол здания и остановилась в метрах в 50 от места удара. По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми, полис ОСАГО у виновника имелся. С места происшествия Наталья Шиян и Андрей Алфёров.